Так, ну, наверное, вот так. Так, сейчас давайте посмотрим по времени. Ну, давайте, наверное, перейдем к применениям. Значит, теперь смотрите. Да, вопросы досюда есть какие-то? Значит, теперь говорим про применение. Когда вы, кто-то из вас придет на выставку робототехники или пойдете на сайт производителя роботов, значит, как правило, вот в этой рекламе никогда не будет фигурировать или будете общаться с производителем робота. Вот, например, вы придете, вот я понял, в Казани есть представитель, там фирмы Кука, например, да, германо-китайский производитель роботов. Значит, вы приходите и говорите, продайте мне робот. Значит, квалифицированный специалист вам сразу говорит, какая область применения, потому что область применения, она оказывает важное влияние на тип робота, да. То есть, например, ну, пример увидим. Вот, поэтому основная конкуренция сейчас между производителями роботов заключается не в том, вот в 70-е это было, наш робот более грузоподъемный, наш робот более быстрый, да, там еще что-то. Сегодня все-таки основная конкуренция идет за применение, потому что конечный пользователь, ему, в общем-то, не так важно, ну, какая грузоподъемность, вот, ну, принципиально, да, 1700 или 1600. Ему важно, вот эту операцию он может роботизировать или не может роботизировать. Значит, поэтому отмечаем себе, что основная конкурентная борьба сейчас идет за областью применения. И дальше мы сейчас будем с вами обсуждать, а как это отразится на самом роботе. Сейчас устали, ну, как раз тут видео какие-то будут, так что повесели немножко будет. А здесь у вас не борьба, да? Да, 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 не борьба, да, 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 спасибо. Значит, и помечаем, что специфика применения, где будет применяться робот, отразится на его и системе управления, и на манипуляторе, на них обоих. Ну, вот здесь на данном слайде вот какая-то выборка представлена, да, вот основные области применения. Мы сейчас более подробно будем о них говорить. То есть, ну, вы видите, что их много, да, там точная сварка, сборка, укладка, обслуживание пресса, дуговая сварка, перенос компонентов, там, палитирование, механообработка. Каждая из них обычно накладывает, ну, вот, говорит, ах, это механообработка, значит, это там то-то, то-то и то-то. Ну, что мы будем, вот, надеюсь, в режиме диалога с вами говорить. Значит, до недавнего времени, вот это я как раз по дороге сегодня вносил исправление, до недавнего времени. Основным потребителем промышленных роботов было автомобилестроение. И, соответственно, тип роботизируемых операций был прежде всего связан с производством автомобилей. Это прежде всего, что? Сварка, совершенно правильно. Вот, значит, ну, и начнем, ну, как пример, точная сварка, давайте вот посмотрим обещанные картинки. Значит, это вот вы видите, о чем я говорил, да? То есть, смотрите, сейчас чуть-чуть заново начну. Движется конвейер, роботы стоят неподвижно, позиции конвейера остановились, опустились, чтобы жестко забазировать детали. И вот началась сварка, вот те самые 6 тысяч сварных точек, там, ну, или сколько я точно, сейчас у меня нет статистики, которые осуществляются. Это, по-моему, зачистка какая-то идет, но как-то другое, но чтобы заново не включать, давайте уж досмотрим. Установка капота, двери. Ну, это уже сборка как бы, как тип операции. Вклейка стекла. Так, значит, какая специфика точечной сварки? Или вы, как бы, не знаете это, просто я не знаю, у вас были технологии? Сварка. Ага. Ну, точная сварка. То есть, чем она отличается? Вы пришли, вы видели на видео, да? Значит, робот подошел, он держит сварочные клещи, которые, правда, довольно-таки тяжелые, вот это вот у нас отразится. Он поднес сварочные клещи, замкнул их, разомкнул и ушел дальше. Да? То есть, в принципе, что мы с вами имеем в виду? Эта операция, она не очень сложная, потому что, в принципе, теоретически, если бы не проблема столкновения с препятствием, мы могли бы применять с вами даже позиционное управление, да? Потому что нам надо прийти в точку, остановиться, сомкнуть клещи, разомкнуть, идти дальше. Но поскольку мы понимаем, что там вокруг много чего может быть, вот, значит, итак, специфика. Большое количество сварных точек. Ну, в принципе, раньше, когда память была, вот, ну, в 70-е годы, там измерялась в килобайтах оперативная память, ну, поверьте, когда-то было так, вот, то это было критично. Вот, ну, сейчас это перестало быть критичным. Значит, далее. Тяжелые сварные клещи, то есть такие сварные клещи могут весить 150 килограмм, то есть, в общем, достаточно, ну, сильно. То есть, в принципе, вот по статистике на сварке в автомобилестроении наиболее применим робот от 100 до 150 килограмм вот грузоподъемности. Далее. Нужна достаточно высокая точность позиционирования, и мы имеем достаточно большие размеры сваримых деталей. Вот, как это отразится на роботе? Значит, в принципе, теоретически мы можем иметь позиционную систему управления, но если бы не проблема, что он может по дороге еще столкнуться с кем-то, да? Вот, мы должны иметь высокую грузоподъемность, достаточно большую рабочую зону и иметь хорошую маневренность. Такую маневренность мы, скорее всего, там завтра до этого дойдем. Следующая операция — это дуговая сварка. Дуговая сварка — это то, что вам более привычно, что вы много раз там, ну, может быть, кто-то даже его в каких-то гаражах видел, да? Значит, какая там специфика? Надо держать дугу, да? То есть дуговая сварка работает как? Подносит электрод, да? Тут возникает электрическая дуга, и дальше сваримую поверхность вам надо ввести вот эту электрод, да? Причем, если вы его поведете слишком... Во-первых, его надо ввести по траектории, где у вас стык деталей. Значит, уже какая у нас возникает система управления? Контурная, да. То есть у нас появилась траектория. Но все еще хуже. Если мы поведем слишком быстро, у нас будет плохо провариваться. Если мы поведем слишком медленно, у нас прогорать будет. Тоже плохо, да? Значит, поэтому вот электродуговая сварка, она гораздо более сложная в роботизации. И, в принципе, там контроль за дугой — это дополнительные датчики. То есть, в принципе, обычно ее даже стараются на базе адаптивной системы управления. Значит, отметим особенности. Это точное исследование траектории, включая... Значит, там было конечные точки, да? Здесь нам важна и траектория, и скорость движения. Здесь важна точная ориентация сварочной головки. Ну и тоже имеем достаточно, в принципе, большие размеры сваримых деталей. Соответственно, у нас появляется, как минимум, контурная система управления. А может быть и адаптивная. То есть есть, например, такие системы, которые отслеживают с помощью технического зрения вот эту сварочную дугу и регулируют скорость движения в зависимости от состояния дуги. Ну и аналогично, значит, большая рабочая зона улучшенной маневренности и возможность появляться подключения вот этих самых датчиков, которые будут контролировать качество сварки. Сварочного процесса. Не сварки, а сварочного процесса. Дальше. Лазерная резка. Значит, ну, лазерная резка, в принципе, аналогично. Вот. Значит, здесь только что появляется. Значит, там вот сама лазерная установка, она достаточно большая. Она большая, тяжелая. И там есть два, значит, пометьте себе, при лазерной резке есть два подхода. В одном случае лазер ставится на сам робот, но обычно концевое звено его не поставить, потому что оно тяжелое. Его ставят вот на какие-то промежуточные звенья. Или есть подход, его ставят стационарно, и с помощью световодов, да, вот этот луч передается в точку сварки. Вот. Вот. Но там тоже нужна вот очень точная позиционирование и ориентация лазерной головки. Вот. В общем, поэтому обычно эти системы тоже адаптивные идут. Далее, следующее. Заклеивание и герметизация. Заклеивание и герметизация. Ну вот, например, вы видели момент вклейки стекол. Значит, он обычно сейчас делается так. Так. Обычно робот держит стекло. Ну, по крайней мере, то, что я видел. Клеевой пистолет, он неподвижен, и робот проводит стеклом вот так вот относительно неподвижен. Вот так вот наносится клей. Вот такая технология. Вот. Значит, пометьте себе, для нас важна скорость и траектория, и ориентация. Ну, в принципе, тут вот адаптивной системы уже не обязательно. Обычно это можно, ну, на базе контурной системы, в принципе, эту проблему решить можно. Грузоподъемность, опять-таки, ну, сверхвысокая обычно не нужна. Ну, стекла, они, например, не такие тяжелые. Операция сборки. Какая специфика? Ну, сборка, понятно, да? Это, я думаю, вы понимаете, о чем речь? Какая с вашей стороны, какая специфика будет? Ну, давайте я пока картинки включу. Это балансировка колес на заводах BMW. Вот вы видите, робот вот эти грузики устанавливает. Ну, и какие-то другие варианты сборки мы увидим. Итак, в чем специфика? Это вот вы видите, там, задний мост, наверное, да, переносится? Наверное, может быть, часть света надо будет потом в следующем. А хотя основы видео сегодня. Значит, специфика следующее. Для нас важно точное позиционирование деталей. Сборочные компоненты должны быть достаточно, могут оказаться достаточно тяжелые. Сборка, особенно вот микроэлектроники, обычно идет на очень высоких скоростях. И вот здесь надо еще дополнить, давайте дополним, что при сборке целесообразно иметь разную податливость по разным координатам. Вот когда вы вставляете вал во втулку, то вам хорошо, понятно, что мы не всегда точно не попадем. Значит, поэтому целесообразно иметь вот такую податливость, что если он пойдет с небольшим перекосом, то, что он сам себя как бы запозиционировал. Ну, идея понятна? Вот, поэтому просто мы это увидим потом, что это на типаже манипуляторов, вот конфигурация манипуляторов компоновки отражается. По системе управления, в принципе, простейшая сборка реализуется позиционным путем, но проблема столкновений возникает, и есть особо продвинутые варианты сборки. Вот в свое время мне рассказывали, что было сделано допуске посадки, вы знаете, да? Значит, и вы знаете, что есть допуск посадка, когда вот вал-отверстия, они как бы легко вставляются там, ну, даже в старое время был там с зазором, скользящий и так далее. И вот, ну, я сам не видел, но вот мне рассказывали, что была сделана сборочная система. Человек вставить вал во втулку, там были подобраны так допуск посадки, он не мог, потому что человек всегда имел какой-то перекос, да? У робота были поставлены дополнительные датчики, которые обеспечивали полное согласование вал относительно втулки. И вот, ну, прям вот кто-то приходил, говорит, ну, давай собери. Человек мучился-мучился, потом давали роботу, и, значит, он быстренько это вставлял. Вот, ну, это, конечно, система, на самом деле, такая, ну, достаточно интеллектуальная тогда была. Вот. Ну, специфику вы увидели, да? И вот здесь важно для нас, значит, улучшенные скоростные показатели и отличающаяся податливость. Значит, другой пример — складирование. Значит, что у нас здесь есть? Для складирования позиционирование не важно, да, потому что, ну, там плюс-минус миллиметр — это не страшно, да? Вот если для сборки там это принципиально, вот, то для складирования это не важно. Но зато это большие размеры обслуживаемого пространства и тяжелопереносимые компоненты. Поэтому это сказывается на том, что вот большая рабочая зона и большая повышенная грузоподъемность, и обычно это, опять-таки, другой тип манипуляторов. Это так называемые портальные роботы. Ну, успеем сегодня, не успеем, не сегодня, но завтра увидим. То есть роботы, они даже по-другому, вот эти звенья друг относительно друга скомпонованы, потому что вот эти требования другие. Далее. Операции палетирования. Очень распространены в пищевой промышленности. Да, вот укладка на палет и упаковки. Это вот здесь, по-моему, чай какой-то происходит укладка. Значит, соответственно, мы с вами имеем примерно то же самое, что в складской, но появляется требование высокой скорости. Появляется требование высокой скорости, ну, манипуляторы тут как раз, ну, более такие традиционные используются. Ну, я назвал это сортировкой деталей на конвейере, ну, это вообще конфеты укладывает робот. Значит, сортировка. У нас важно точность следней траектории, так, чтобы эти детали хватать. У нас важно отслеживание скорости движения во время вот этого процесса. У нас имеются требования к высокой скорости, потому что мы привязаны к скорости движения конвейера, и мы должны иметь возможность распознавания типов деталей, которые идут. Соответственно, мы имеем контурную систему управления как минимум, а, скорее всего, адаптивную, разный тип деталей, большая рабочая зона, улучшенная маневренность, и, как правило, распознавание идет сейчас либо техническим зрением систем, ну, машинозрение его еще называют, либо вот эти вот RFID-метки, да, ну, иногда там с помощью индуктивных датчиков. Так, сейчас, какие у нас видео. Когда говорили о принципе управления, мы затронули силу момента и обратная связь. А вот, смотрю, техническое зрение у вас появилось. Вот когда я беру кубки и предметы... В сборке, да. Ну, пометьте, вот где сборка, сделайте сноску, пожалуйста, силу момента и управление, совершенно точно, да, силу момента и управления. Мы, когда будем говорить про датчики, применяем, и мы о нем как бы, ну, чуть более подробно скажем. Ну, вот, действительно, для сборки это вот принципиально. И та система, она как раз была реализована на базе силу момента и управления, вот о которой я говорил. Так, упаковка, она похожа на палитирование. Единственное, я хотел вам показать вот на правой картинке, вы как раз видите робот, вот он работает там в каком-то холодильном помещении, вот он, видите, оснащен специальным термозащитным кожухом для того, чтобы иметь возможность работать в холодильнике. Я сейчас не помню точно, но остальные требования. Значит, далее покраска. Какая специфика будет? Вот видео, вот это я не подцепил. Ну, кто-то красил забор? Ну, какая специфика? Правильно, подтеки, еще. Не курить рядом. Да, ну, там все-таки робот он обычно бесконтактная покраска делает, а вот момент огнеопасности, он достаточно серьезный, да? Значит, поэтому особенность применения, ну, понятно, значит, вот чтобы не было подтеков, нам важно точно исследование траектории, значит, причем, вот есть прямо системы специальные, программированные роботов для покраски, и вы закладываете там тип покрасочного пистолета, тип краски, тип покрашиваемые детали, и система показывает вам, вот как робот, его траекторию проложить с какой скоростью, чтобы наиболее равномерно была покраска. В общем, ну, достаточно совершенная система. Значит, и вот очень важный момент, это взрывоопасная среда. Поэтому те электрические компоненты, которые у вас применяются для покраски, должны быть во взрывозащищенном исполнении. Поэтому далеко не все производители промышленных роботов имеют роботы, например, для покраски. И вообще это выглядит таким образом. Когда вы берете каталог производимых роботов, ну, практически у любого производителя, значит, они, такая вот большая, довольно-таки, простыня, вот, и по одной оси у вас модели, которые выпускаются данным производителем, по другой оси у вас вообще какие применения бывают, а дальше стоят точечки. Точечка, например, черная, это данный робот, можно применять для данной операции, ну, например, для механообработки. Отсутствие точки данный робот нельзя для данной операции. Ну, вот, например, один из, ну, я не буду там, ну, да ладно, у Кука, например, да, у них раньше роботов чисто для покраски не было раньше, ну, сейчас не могу сказать, но вот как бы некоторое время назад, потому что нужно взрывозащищенное исполнение, поэтому у них там стоял полупрозрачный кружочек, который говорил, при условии дополнительной доработки можно, ну, вот, что взял и поставил, такого, как бы, ну, раньше не было. Я почему говорю, не в смысле какой-то там реклама, антиреклама, а просто, чтобы вот вы понимали вот это вот взаимосвязь, применение, конструкция. Дальше, механообработка. Ну, тут сейчас такой не очень удачный пример механообработки, то, что там, по-моему, по пластику или по дереву, ну, что-то. Ну, вот, вы видите, идет механообработка. Какая специфика будет? Не, ну, это в данном случае просто он такой материал, ну, предположим, мы металл собираемся обрабатывать. Перегрев, перегрев. Так, хорошо, еще. Ну, чтобы не было перегрева, ну, просто надо скорость резания разумно подавать, да? Согласны? Да, да, так. Значит, мы должны контролировать параметры резания, да? Еще какая специфика? Вот кто-нибудь в бетонных стенах долбил, ну, сверлил отверстие? Ну, представляете, что это такое, да? То есть это, так называемая, контактная силовая операция. Поэтому, в принципе, для выполнения этой операции, ну, в идеале, ну, можно обычный манипулятор, но иногда манипуляторы вот с замкнутой кинематической цепи применяют, поскольку они обладают такой повышенной жесткостью. Ну, как, скажем, такой апофеоз такого манипулятора, вот он приведен вот здесь, вот вы видите, вот такой необычный справа, да? Он имеет, ну, совершенно такую жесткость сумасшедшую. Вот, в принципе, вот тут вот начинается для механообработки вот как бы борьба со станком, что лучше, да? Робот вроде как бы в применении подешевле, но, конечно, он такой жесткости не имеет, да? А вот станок, он вроде точно, конечно, дает гораздо более хорошую, поскольку это более жесткая система, но у него вот свои какие-то минусы. Вот, поэтому вот здесь у нас представлено, значит, итак, для механообработки это повышенные требования к точности, скорости и ориентации инструмента. Это действие реактивных сил трения, ой, сил резания. Соответственно, это будет обычно контурно, скорее всего, по-настоящему адаптивная система управления. Это будет манипулятор с повышенной жесткости, ну и возможность подключения, опять-таки, дополнительных датчиков, ну, прежде всего, силамомоментных. Далее, осуществление измерений. значит, если вы когда-то видели, вот как раньше в аэродинамической трубе продували модели, ну, например, автомобили или самолеты, то есть, как это было? Ну, изготавливали модель, ну, что будем продувать? Машину. Ну, я плохо рисую, как бы, ну, вот, предположим, это машина, да? Вот, вот что делали дальше? Раньше на эту машину наклеивали, ну, вот ваши, ваши мои коллеги, ваши преподаватели это видели, значит, туда наклеивали много маленьких таких, ну, полосочек бумаги или ниточек. Вот, вот эта машина, она вся была вот в таких полосочках, да? И дальше запускали, начинали продувать эту модель, и в зависимости от потоков воздуха вот эти полосочки, они начинали вот как-то извиваться, и, соответственно, исследователь понимал, куда идут, куда идут, какие потоки воздуха, да, с какой скоростью. Согласны? Ну, мы понимаем, что мы не можем всю машину ими обклеить, да, потому что это уже будет, ну, какой-то вот как бы лохматый чудовище, да, значит, это, а, соответственно, мы можем обклеить только с какой-то дискретностью. Вот, пример такого решения, да, ну, и не говоря о том, что на каких-то скоростях, я допускаю, ветра эти будут отлетать уже, наверное, да, ленточки, вот, а вот здесь, смотрите, значит, это на заводах Airbus модель, робот подносит щуп, сейчас будет подача воздуха, и дальше он фактически, вот с точностью, вот катка у него есть дискретно, ну, например, одна десятая миллиметра, он будет подносить щуп и проводить измерения. то есть понятно, что с дискретой в одну десятую миллиметра мы никакие ниточки с вами не наклеили бы, да, а вот как бы вот здесь вот такое решение. И мы понимаем, что опять-таки его такое, понятно, что он в чем-то потоке нарушает, да, аэродинамически, но все-таки они, может быть, даже и меньше, чем вот когда этих ленточек много, и они там все трепещут по модели. А вот на этой картинке приведен пример. Производитель сидений автомобильных озадачился, как мне испытать сиденья? Ну, как традиционно? Ну, брали кого-то, говорят, ну, давай, садись, как тебе? Ну, хорошо. Не, ну, давай, вот еще раз садись. А дальше мы с вами понимаем, что жизненный цикл автомобиля, на котором ездит каждый день, это, ну, минимум два раза в него в день садятся, да, а может быть, кто-то и не два, там, а и восемь. Это первый аспект. Второй аспект. Люди могут садиться разной массы. Третий аспект. В разной динамике, там дама аккуратно сядет, а кто-то, наоборот, там, плюхнется. Вот. И что делать? Вот сказать испытующему, давай, плюхайся, да, плюс плюхайся, значит, ну, автомобиль, сколько там, срок службы будем считать? Семь лет, умножить на 365, умножить на 2, посчитали, да? Значит, там, предположим, 10 тысяч раз. Плюхнешь, да, и еще расскажи свои ощущения. Я думаю, что этот человек после там 50-го плюхания уже никакие ощущения рассказать не сможет. Вот. Поэтому. И вот смотрите, какое оригинальное решение было найдено. Сымитировали корпус человека. На нем стоят, опять-таки, датчики силомоментные. А дальше, как вы понимаете, вы робот программируете, сколько раз надо, столько он плюхнется. Датчики скажут, какие ощущения. Манеру плюхания вы можете запрограммировать, регулируя ускорение, да? И вот такой, ну, на мой взгляд, вот как бы такая иллюстрация, что действительно, вот то, что человек уже сделать не может. Какие у нас, как это влияет на робот? Значит, у нас, понятно, обычно будут повышенные требования к точности таких систем. Вот. Требования обычно к возможности передачи данных в измерительную систему. Ну и, соответственно, ну, я написал позиционную систему управления. В принципе, да. Но, конечно, сейчас они все уже идут контурные. Вот. Повышенная жесткость, да, чтобы момент деформации приводов, звеньев, чтобы он как бы не влиял на точность измерения. Улучшенная маневренность, возможность подключения дополнительных датчиков. Вот в этом году как раз, ну, я сейчас точно вот фирму вам не назову, они шли под лонзингом, вот как мы говорили, не реклама робота как такового, а реклама применения. Они говорили, что с помощью нашей измерительной системы, установленной на роботе, вы измерите объект в 6 раз быстрее, чем контрольно-измерительной машиной. Вот, как бы, вот пример. Итак, мы вчера с вами завершили на особенностях применения роботов для измерений, да, помните, которые сидение автомобильное тестировал. Вот на этом мы завершили и смотрели видео про аэродинамическую трубу. Да, значит, следующее — это обслуживание станков. Итак, какая будет специфика? У нас есть станок, да, робот его должен обслуживать, ну, там, загружать, вынимать что-то. Ну, теоретически, да, то есть, в принципе, можно было бы выйти на позиционное, но, понимаете, там стесненные очень условия, потому что, ну, вы представляете себе токарный станок, да, ну, вот даже если вот здесь какую-то фотографию взять, то есть... Вот, вот что еще важно? Да, совершенно правильно. Вот компактность, и раньше, ну, вот ваши преподаватели помнят, в советское время, помните серии электроники, значит, например, была специальная модель роботов, которые фактически... Ну, вот если вот этот станок, он крепился сверху станка, для того, чтобы не занимать места и подходы к станку, он крепился у него сверху, да, и он мог, тем не менее, дотянуться до палеты с заготовками и дотянуться, загрузить детали в патрон и выгрузить, положить, куда, ну, готовые детали уже сложить. Вот, ну, давайте посмотрим, что было... Сейчас. Итак, значит, станка, все-таки траектории мы должны следовать достаточно точно, поскольку это, вот я говорю, стесненная обстановка, да, и поскольку, например, деталь вы вставляете в патрон, уже это надо движение точно отслеживать. Вот, размеры обслуживаемого пространства достаточно большие. Вот, появляются здесь малые установочные размеры, да, и, опять-таки, согласование работы с станком, то есть у вас протоколы должны быть совместимыми, и мы об этом немножко поговорим, когда про производителей роботов будем говорить дальше. Значит, соответственно, по структуре это специфическая рабочая зона, и, в принципе, вот, как бы, раньше там применяли робота зачастую в такой специфической системе координат, вот, и возможность подключения периферийного оборудования. Теперь прессы. Что прессы? Какой наложит отпечаток? Ну, кто-то видел вообще вживую, как пресс работает? Вот рядом находился? Вот что там? Ну, почти, как это, тепло, да? Ну, робота в шум, как шум, как шум, и мы не важно, а вот что, что вот почти шум? Вибрация, ребят. Основная проблема вибрация, потому что, вот, почему я говорю, находились ли вы рядом с ним, потому что вы помните, когда вот кузнечно-прессовооборудование работает, то все вокруг ходуном ходит. И у нас что возникает? У нас возникает проблема, возникновение, проблема колебаний в манипуляторе, да, потому что может произойти, он может войти в резонанс вот с теми колебаниями и, ну, выйти из строя. Высокие температуры, да, тоже могут, в принципе, да, тоже могут быть. Значит, итак, отметим, это прежде всего особенность, это вибрации среды, и зачастую это достаточно тяжелые переносимые детали. Ну, и давайте, раз вот вы сказали, да, в некоторых случаях это высокие температуры переносимых деталей, да, потому что если идет штамповка горячая, то... Соответственно, обычно это контурная система управления, повышенная грузоподъемность, и целое направление такое есть, это вот защита роботов от колебаний, там, либо вот путем применения специальных конфигураций, либо, ну, защита там с помощью специальных материалов изолирующих. Ну, транспортировка более такая простая операция, это, по-моему, перекладка черепицы здесь изображена, вот, ну, там проще, да, то есть мы единственное транспортировки с вами, как правило, хотим получить высокие скорости движения, да, точно здесь, как правило, она не так важна, да, включая динамическую, вот, ну, зато могут быть достаточно тяжелые переносимые компоненты, тем более вы понимаете, что если он осуществляет это на высоких скоростях, то там уже, ну, начинают оказывать действия всякие, там, криолисовые и так далее. Далее, операция литья, что здесь будет? Какие проблемы литье создаёт? Совершенно верно, высокие температуры и... Может быть, какой-то баланс, я не знаю, чтобы не проливать все, ну, плавность какой-то, ну, да. Значит, прополивать правильно, да, и что при этом будет? Вот, смотрите, мы сейчас, ну, давайте мы видео посмотрим с вами. Вот вы видите, это, по-моему, бампер автомобиля отливается, вот он его вынимает. Вот то, что мы говорили про высокие температуры, помните, мы вчера обсуждали, что, вот, вы видите, специальный чехол надет, только там и в холодном помещении он работал, здесь, наоборот, в горячем, да, помещении он работает, поэтому специальный термоизолирующий чехол, вот, и это как раз, вот, на первом ряду говорили, да, это нанесение, ну, специальных составов, чтобы операция литья лучше на форму проходила. Вот, вот, здесь хотел обратить внимание, значит, зачастую, ну, не всегда, но зачастую операция литья сопровождается выделением паров, которые могут быть вредны для механики робота, да, потому что они могут, ну, агрессивные какие-то компоненты выделяться, вот, по этой причине, ну, вот, мы сегодня поговорим вот о современных тенденциях, вот, один из примеров будет, там, фирма АББ, она выпустила робот специально для обслуживания операции литья, и вот там фигурирует и термозащита, и там фигурирует защита вот от воздействия вот этих агрессивных внешних сред. Ну, кстати, вот в моей биографии, я помню, как раз, ну, там было это не совсем литье, это была операция гальванообработки. Вот я, ну, в какой-то год водил студентов на экскурсию на завод, где операция гальванический цех был, и вот когда мы оттуда вышли, то ребята сказали, вот, знаете, мы теперь поняли, зачем нужны роботы, потому что они увидели людей, кто работает в этих очень тяжелых условиях, они говорят, вот, мы хотим доучиться, и вот этих людей от этой тяжелой работы освободить. Значит, отметим себе тогда операции литья, особенность — это агрессивные среды, высокие температуры. И, соответственно, это сказывается вот на роботе, это защита от этих агрессивных сред и от высоких температур. Пищевая промышленность — такое направление, которое вот в последние годы тоже активно стало развиваться. Что будет здесь? Да, совершенно правильно. Основная проблема роботов, вот, применяемых в пищевой промышленности, это обеспечение стерильности, да, потому что требования, ну, вот, если, опять-таки, кто-то из-за пищевого производства был, вы знаете, что это, там, халаты, бахилы, да, ну, шапочка и так далее. Вот. Ну, сейчас тоже вам покажу пример. С помощью робота, вот вы видите, туша подвешивается, далее она захватывается. Вот, вы видите, робот одет специальную, как бы, одежду, которая, потому что там летят, ну, вот, ошметки мяса, да. Причем вот тут достаточно такая система у них, по-моему, сейчас посмотрим. Вот, видите, идет сканирование, и тут же определяется, то, что там надо по определенным позвонкам эти разрезы делать, да, чтобы, ну, раздел там, где шейный отдел, где брюшной отдел. Соответственно, вот, это была одна из причин, почему такую систему, ну, вот, я не знаю, чем закончилась, ее хотели ставить в нашу, в нашей стране, ну, примерно в 2006 году, и столкнулись с тем, что она была разработана, ну, под западных животных, которые, ну, вы знаете, как вот помидоры голландские, они все одинаковые, но, правда, и невкусные зачастую. Вот, а у нас животные обычно разного размера, ну, потому что они более натуральные, вот, и вот система идентификации, она не справлялась с этой задачей. Значит, пометим, в пищевой промышленности это высокие скорости движения, потому что там обычно очень большой объем выпускаемой продукции. Ну, в качестве примера, вот, нового качества, то, что мы говорили при роботизации, вот мы были на одном из мясокомбинатов, и, вот, знаете, сосиски, вот, когда в таких подложках, ну, по 10 там или по 15 штук вот продаются, и вот у них стояла машина, которая вот эти упаковки делала, и у них стояли люди, которые укладывали эти сосиски, и машина теоретически, но я могу в цифрах чуть-чуть ошибаться, машина могла, по-моему, в минуту 15 или там 12 упаковок выдать, но ее включали на замедленной скорости, потому что люди просто не успевали вот это количество сосисок загружать, да, и вот как бы стояла задача роботизировать, чтобы совпали скорости. Значит, это повышенные требования по гигиене, это низкие температуры, зачастую, да, если это работа с такими свежими продуктами, ну, и требования к точности, на самом деле, как правило, достаточно низкие, и тут нет каких-то жестких требований. Значит, обычно это защита робота от грязи, от низких температур, и, в принципе, вот для ряда производств это требование, что робот каждый день вы должны иметь возможность мыть. Вот, поэтому, например, вот у Коки, у них специальная модель была разработана из нержавейки, ну, внешне, по крайней мере, там была нержавеющая кожух, и специальные формы, чтобы можно было струей воды под напором помыть, и все это спокойно стекло, потому что это требование санитарно-эпидемиологических органов, что каждый день такой робот должен мыться. Роботы для развлечений. Как ни странно, тоже получила достаточно такое большое распространение. Это роботы, имитирующие, ну, то, что называется в Америке русские горки, а в России называется американские горки, да? То есть робот, у него на фланце закреплено двойное кресло, вы подходите, вы выбираете режим, в котором вы хотите покататься, ну, такой мягкий режим или до жесткого режима, вот, ну, и вот вы видите, значит, соответственно, люди садятся, там все это пристегиваются, и дальше начинают кататься. Какая будет специфика здесь? Да, совершенно правильно. Основное требование будет это особо жесткие требования к безопасности, потому что, как правило, если на производстве, сейчас как бы новые тенденции появились, но тем не менее, вот традиционно на производстве робот работал, ну, то, что называется в огороженном пространстве, да, оно было физически огорожено, как бы такой, ну, типа клеткой, ну, вы в каком-то из видеофрагментов могли это видеть, да, чтобы человек не мог подойти и робот его не мог стукнуть. Вот здесь у нас этого нет, поэтому здесь вопросы безопасности, они приобретают особый такой, ну, яркий окрас. Значит, пометьте высокие требования безопасности, ну, как правило, все-таки тоже большая рабочая зона должна быть, и вот защищенность от сбоев. Ну, и мобильные роботы в промышленности, вот у вас лаборатория в университете есть, вот, то есть там, что у нас обычно мы получаем, этот робот должен перемещаться на достаточно большой дистанции, вот, робот этот должен иметь достаточный запас по энергетике, чтобы вот свою смену отработать, да, чтобы он там через 15 минут не сказал, что батарейки кончились, вот, перемещает достаточно обычно большие массы, вот, ну, и сказывается это то, что он все равно у него значительное количество датчиков, ну, и такой, ну, средней, скажем, степень автономности. Значит, теперь я хотел остановиться, ну, как бы на неких рассуждениях об основных роботах, об основных производителях промышленных роботов. Значит, тут, пожалуйста, не воспринимайте это как там чью-то рекламу, антирекламу, ну, может быть, даже я попрошу этот кусок там в открытом доступе не выкладывать, вот. Ну, просто вот мое мнение, скажем, да, вот по общению с теми, кто эти роботы работал, вот у кого какие плюсы-минусы. Значит, крупнейшим на данный момент является производителем роботов это фирма Fanuc японская, она работала и в нашей стране вот достаточно активно в 80-е годы, но потом, вот когда все обвалилось, она ушла с российского рынка, закрыла представительство, и это, в общем, очень сильно тогда вот подорвало ее позиции в области роботизации нашей промышленности. Но сейчас она вернулась и ведет себя достаточно активно. Значит, какой у них, вот как бы, ну, в моем понимании сильная сторона. Сравнительно, да, вот из большой тройки, то есть Fanuc, АББ, Кок, у них сравнительно они могут дать невысокую стоимость вот при продажах. Fanuc выпускает числовые системы управления, которые ставятся на станки с числовым программным управлением. И вот по этой причине многие идут на покупку робота Fanuc. Вот помните, мы говорили, совместимость, да, робот, например, обслуживающий станок. И, конечно, если человек знаком с ЧПО Fanuc, то зачастую он делает выбор в пользу Fanuc именно вот прежде всего по этой причине, что он знает эту систему управления, он, например, уже работал с их сервисом. Вот, то есть это вот у них такое, ну, важное преимущество. Ну, и, конечно, у них достаточно широкий спектр выпускаемых моделей. Ну, сегодня там какие-то посмотрим вот из современных моделей. Значит, ну, следующим по размеру продаж является фирма АББ, да, то есть она образовалась слиянием там Швеции и Швейцарии, две фирмы. Я сейчас, наизусть, название не помню. Значит, она тоже достаточно широкий спектр роботов выпускает. И у нее преимущество АББ выпускает много устройств промышленной автоматики. Вот, и которые используются в автоматизации при там создании гибких производственных систем. Вот, поэтому, опять-таки, значит, это вот такое, имея это преимущество, они, ну, достаточно популярны. Значит, третья компания, это компания Кука. Ну, раньше она была германская, но теперь она наполовину германо-китайская. Вот, значит, вот они как раз на российском рынке всегда практически присутствовали в 90-е годы, и вот на АвтоВАЗе, до того, как АвтоВАЗ начал свои робота производить, они по лицензии Кука робота проводили, производили. Вот в моем опыте их очень таким преимуществом, важным является, у них очень развита система взаимодействия оператора и робота. То есть вот вопрос пульт, способ программирования, пути программирования робота, язык программирования. Ну, мы с вами, я думаю, в какой-то там из таких перспективных наших встреч будем рассматривать, как этот робот программируется. Вот в моем опыте я держался в руках пульта разных производителей, но, на мой взгляд, эта система наиболее... Они уделяют много внимания этому вопросу. Вот, ну, вот вплоть до того, что вот один из новых пультов, они сейчас начинают как бы ставить перспективное производство, это пульт, чтобы он подходил и людям правшам, и людям левшам. То есть вот вы видите как бы уровень проработки вот этого взаимодействия с человеком и оператором. Ну, наверное, это вот такой, ну, типичный европейский, да, вот. Ну, я не говорю, что это всегда хорошо, но вот как бы специфика такая. Ну, тоже, в общем, достаточно широкую гамму роботов они выпускают, по-моему, там от двух до тысячи килограмм. Дальше фирма Motoman. Это, в принципе, есть крупная компания Eskava, вот, которая термин мехатроника впервые, ну, вам, наверное, на лекциях рассказывали, применила. Вот, и она вот робота серии Motoman выпускает. Может быть, даже вот я не знаю, сколько они сейчас третье-четвертое место там как-то и делят. Значит, далее есть итальянская фирма Kamao. Вот, ну, уже дальше начинаются такие некрупные производители. Вот, Kamao выпускает, ну, если, скажем, Fanuc, ну, я так могу не точно цифры назвать, ну, например, 40-50 наименований роботов, да, то здесь их будет уже, ну, например, там 15, то есть, ну, меньше спектра. Вот, ну, интересно будет, мы сегодня подальше посмотрим. Они, например, начали выпускать экзоскелеты промышленные для применения, вот, для выполнения производственных технологических операций. То есть, вот такой вот шаг в сторону сделали. И также есть некрупные производители, ну, вот, типа фирмы RISE Германия. Вот, помните, мы говорили про складские роботы, вот, портальные. Вот здесь как раз пример, это швейцарская фирма Güdel. Вот здесь пример портального робота. Вот, и, кстати, этот же вот Güdel стал теперь, в общем-то, универсальным производителем, помните, я упоминал про седьмую ось, да, чтобы основание робота имело возможность, там, плюс-минус 5 метров перемещаться, там, или 10. Вот, раньше, ну, производители промышленных роботов сами эти оси производили, но сейчас, в общем, они все берут готовые решения от Güdel. Вот, далее идут тоже несколько производителей, но они, как правило, такую достаточно узкую нишу занимают. Ну, вот, там, Kawasaki, по-моему, Mitsubishi. То есть, обычно, вот, это, как правило, это сборочные роботы. То есть, сборочные, ну, может быть, для выполнения, там, операции упаковки. Вот, то есть, как правило, какой-то такой достаточно узкий сегмент они занимают, вот. Но, благодаря тому, что они не такие знаменитые, ну, в мире роботтехники, они, да, как правило, немного, там, подешевле. Значит, теперь, что... Да, и еще в последнее время на этот рынок прорвалась Корея. Ну, вот здесь пример Dosan Robotics. Вот, ну, поподробнее поговорим про этот тип роботов, потом, коллаборативных. Вот, ну и что у нас? Значит, у нас, как я говорил, долгое время выпускались по лицензии Куки на Автовазе, выпускались роботы, потом они разработали свои модели. Значит, по-моему, у них было 3 или 4 модели. Но то, что им требовалось, вот грузоподъемность, которая им требовалась, по-моему, 100, 150 и, по-моему, 350 килограмм. Вот, причем со мной, вот как бы, кто руководил этой разработкой, он делился, что это было, ну, просто интересно, вот для вас, как для инженеров. Вот они, когда разрабатывали, они должны были сделать патентно-чистый экземпляр, да, чтобы его можно было, вот, ну, не вступить в патентные какие-то там суды. Вот, и он вот объяснял, насколько было трудно, что иногда казалось, что вот давайте применим вот такое-то решение, вот, проверяй, а оно уже запатентовано, но, предположим, там, той фирмы или иной формы. И приходилось проектировать, вот как бы, не как кажется проще, не как кажется более правильно, но так вот, чтобы это патентно-чистым было. Вот, они эти роботы выпускали, но, к сожалению, вот Nissan, Renault, когда АвтоВАЗ перекупил, вот, им, естественно, производство роботов уже российское было не нужно, и в 2014 году это производство было закрыто. Поэтому на сегодняшний день, к сожалению, серийно промышленные роботы в нашей стране, вот, серийно, да, то есть не берем какие-то варианты такие полукустарные, серийно в нашей стране роботы не производится. Вот, ну, как бы, вот так оно есть. Раз в два года проводится выставка автоматика. Ну, если по-немецки она пишется вот так, если по-английски с буквой С тогда, да, по-другому это не опечатка. Вот, и эта выставка является крупнейшей в области промышленной робототехники. Вот, и, ну, вообще, мне кажется, вот у кого возможность есть, конечно, достаточно полезно ее посещать. Вот, ну, и вот на основе материалов, которые на этой выставке были, вот я пытался как-то скомпоновать, вот, и, ну, сформулировать, какие же тенденции сегодня, да, вот что робототехника промышленная, чем она занимается, ну, и в конце, как бы, сделать вывод вот для нас с вами, как для исследователей, какие перспективы новые открывает. Ну, вот тут какая-то статистика, что это вот порядка 900 участников было. Ну, здесь список стран, которые были представлены. Ну, наиболее активно в области промышленной робототехники, как вы уже, в принципе, на предыдущей половинке поняли, это работает Япония, Германия, Швейцария, Италия. Ну, и также вот сейчас Корее туда подтянулось. Вот, другие страны тоже есть, но, в общем-то, скажем так, они не являются законодателями вот в этой области, да, то есть вот все-таки основные это вот те 4-5. Вот, ну вот, к сожалению, российских участников я не видел вообще. Ну, наверное, это вот отражает проблему, которую мы с вами как раз обсудили. Вот, по плану было так, значит, вот как бы 3 павильона, они показывали чисто робототехнику промышленную, вот эти, да, там, B6, B5, A4, причем разнесены были крупные производители, ну, чтобы они не перегрызлись друг с другом, да, они были по павильонам там в одном АББ, в другом там Фанук, ну, чтобы не были рядом. Вот, и вот отдельный павильон был, он назывался перспективные направления промышленной роботехники, вот где были университеты, научно-исследовательские институты выставлялись, то есть вот как бы то, что, ну, скажем так, не пошло в широкую серию, но то, что вот как бы может свое слово сказать. Вот, ну и 2 павильона, это было так больше уже автоматизация производства, то есть не чисто робототехника. Значит, какие вот, тут будет сейчас 2 части. Первую мы поговорим по базовым тенденциям, то есть вообще вот, которые характерны для производителей промышленных роботов. А потом уже на примерах отдельных производителей, ну, вот какие-то моменты я попытаюсь уточнить, вот что новое я увидел у отдельных уже конкретных производителей. Значит, вот новым. Если помните, мы с вами вчера говорили, что традиционным основным потребителем роботов промышленных была автомобильная промышленность, и прежде всего это была там операция сварки и такой вот крупногабаритной сборки. Сейчас сборка расширилась, и появилось достаточно много предложений таких технических по применению роботов для сборки. Ну, прежде всего, это вот микроэлектронная промышленность, да, там вот гаджеты всякие и так далее. Вот. К чему это привело? Это привело к такой тенденции к расширению в обе стороны диапазона грузоподъемности. То есть, если у нас на протяжении как бы многих, ну, даже, скажем, двух там десятков лет фактически диапазон грузоподъемности начинался примерно от пяти килограмм и заканчивался примерно пятьюстами килограмм, то сейчас произошло, практически у всех появились роботы, работающие там от полукилограмма, и у многих, ну, у крупных производителей, ну, вот максимум там вышло на 1700 фанок. Ну, там у Куки-то там на тысячу есть килограмм и так далее. Вот. Ну, вот если это, скажем так, оно является такой не общей тенденцией, то вот это практически у всех. Вот снижение, появление роботов с низкой грузоподъемности, то есть, ну, зато вы динамику можете улучшить, да, то есть больше, выше скорость выполнения операции, это произошло, вот видите, вот такого размера робота, то есть достаточно маленький, достаточно компактный, это вот такая совершенно новая тенденция. Далее. Появление новых кинематических систем манипуляторов. Ну, вот то, о чем Эйдес, вы говорили, да, значит, вот я так понимаю, что вот и в Казани такие роботы производят, значит, это дельта-схема манипуляторов, вот они наверху вот здесь представлены, причем, опять-таки, если, когда они впервые появились там, ну, лет восемь назад, они были обычно вот у таких вот некрупных производителей, да, то есть вот крупные, ну, типа там, Куков, Анук этим не занимались, они считали, что это игрушка, вот, то сейчас они у всех появились, вот, а связано это, конечно, опять-таки, вот с этой операцией сборка, потому что вот эти манипуляторы, они довольно-таки высокие скорости перемещения концевой точки дают. Я сейчас в цифрах вам точно не скажу, но скорости достаточно высокие, да, вот, и опять-таки, они хорошо работают, с мелкими деталями, вот, поэтому, ну, вот я вижу одна из этих причин. И второе, опять-таки, ну, вот тут используемо слово возрождение скара-схемы, мы будем говорить про типовые схемы манипуляторов, с вами, как бы, ну, более подробно рассмотрим, но что важно, вот эта скара-схема, она расшифровывается, это, по-моему, selective compliance, то есть избранная податливость. Вот эта схема обеспечивает в разных направлениях, вчера мы это упоминали, различную податливость, да, вот в этом направлении она более жёстко себя ведёт, а в этом направлении более податливым. И вот за счёт этого такая компоновка, она лучше работает для операции сборки, то есть вот для операции сборки она, ну, более предпочтительна. И вот по этой причине, если лет 10 назад роботы в этой компоновке, они выпускались там в 80-е годы, а потом их не выпускали, ну, практически вообще, да, и теперь они опять появились, и достаточно у многих. Ну, я вижу, вот, как бы взаимосвязь именно вот связана с широким применением в составе для выполнения сборки. Далее. Значит, следующая коллаборативная робототехника. Ну, вы этот термин, конечно, слышали. Вот, значит, с чем это связано? В общем-то, причина в операторе. И причина, ну, точнее, там две линии есть. Сейчас, секунду. Мы с вами вчера говорили, что малые предприятия не могут себе позволить иметь, ну, как, им трудно финансово осилить, иметь у себя промышленные роботы, так широко представленные, да, потому что это, а, нужен квалифицированный человек, который умеет их программировать, Ну, и вторая причина, это вот, как вы видели на видеозаписях, эти роботы обычно как бы, их надо огораживать, то есть это площади дополнительные, вы теряете рабочие площади и так далее. Вот, соответственно, вот это вот направление коллаборативной робототехники. Я сейчас не могу вам сказать, насколько оно будет, ну, вот реально эффективно, выстрелит оно или нет, но, по крайней мере, сейчас вот оно, ну, модно, скажем так, да. Значит, оно развивается по двум направлениям. Вот одно направление, оно связано с обеспечением безопасности человека-оператора, то есть цель в том, чтобы человек-оператор мог находиться рядом с промышленным роботом работающим, и, как бы, его не надо было как-то отгораживать. Это вот первое направление. Вот, и вот одно из решений, которое вы здесь видите, это называется AirSkin. Значит, это компания выпускает на много различных моделей, различных производителей, различные модели роботов промышленных, да, на манипуляторы. Она выпускает такие, знаете, типа чехлов, и эти чехлы в рабочем состоянии, они наддуваются сжатым воздухом. И если, и там, видимо, стоит какая-то система датчиков, и когда вы касаетесь этого чехла, там, ну, рукой, локтем, точнее, он вас касается, видимо, там происходит резкое изменение давления, и робот останавливается. То есть, вот, как бы, вот одна из технологий новых, которые там... Идею поняли, да? Вот, то есть, тогда вы можете с ним рядом быть, и если он вас тронет, значит, он тут же, как бы, по идее, должен остановиться. Ну, понятно, это для определенного диапазона, да, если робот, конечно, 500-килограммовый, он снесет и не заметит это, как бы. Вот. И второе направление, это физическое участие оператора в процессе программирования. То есть, это та самая линия, вот, о которой мы говорили, преимущество, ну, конкурентное, вот, КУК, да, мы говорили о взаимодействии человека-оператора с роботом. Вот. И если, скажем, на сегодняшний день это не система автоматического программирования, вот, оффлайн-программирования, да, потому что они достаточно дорогие, на самом деле. Вот. Опять-таки, малому предприятию ее купить... Ну, вот я так вспоминаю, значит, это было 90-е годы, вот система техноматикс, по-моему, там вот пакет программирования роботов стоил тогда около 100 тысяч долларов. Это тех долларов. То есть сейчас это, ну, наверное, совершенно какие-то другие цифры. Вот. Опять-таки, малое предприятие не может себе позволить вот такую систему, ну, просто взять и купить. Любое. Ну, какой-то может, да, ну, не любое. Вот. Поэтому идут, пошли таким путем. Да. И, соответственно, значит, было как, что оператор сидит, программист, робот перемещает с помощью, там, ну, либо джойстика, либо кнопками, и вот эти точки задает. Вот. Поэтому второе направление вот коллаборативной робототехники связано с тем, что оператор робот вручную ведет. Вот он его берет за руку, да, вот вы видите, вот это зеленое, это Фануковский, вот прям они называют зеленая линейка, да, роботов. Вот. И вы видите такой вот, типа, штурвальчик у него, и серенький, да, и видите, на нем черная кнопка. То есть если вы подойдете и возьмете эту кнопку, вот, там стоят силомомоментные датчики, и как только вы потянете штурвал на себя или вверх, или вниз, или будете разворачивать, робот послушно, значит, привода будут позволять вам это сделать. Вы довели до нужной точки, нажали другую кнопку, что эту точку надо запомнить, да, перешли в другую точку, запомнили следующую точку, и так далее, и так далее. То есть это вот второе направление по коллаборативной роботтехнике. Понятно? И оно действительно у многих реализовано, то есть это как бы не кто-то один. Далее, вот то, что мы с вами затрагивали, это вот вопрос базирования манипуляторов. То есть если... Ну вот, когда мы в 2006 году совместный центр с одной из фирм открывали, вот в университете, где я преподаю, то есть у них были жесткие требования. Там прям вот толщина бетонного пола, толщина шпилек, которым должны пройти насквозь, и робот надо прикрепить, значит, снизу там закрепить эти шпильки, колейте этот шпилек и так далее, да. Без этого они говорили гарантию у вас никакой на робота не будет. Вот. Сейчас ситуация изменилась. Опять-таки для того, для автомобильного завода у них это полностью подходило, да, потому что автомобильный завод, ну как сборочное производство работает? Вот берут модель, ее планируют выпускать, ну, например, в течение пяти лет, так? Соответственно, ставят вот эту линию производственную. Пять лет модель пропускали, перед запуском новой модели всю линию снимают, ставят как бы полностью новую, да, потому что, ну, роботы, они, в принципе, ну, как сказать, малообслуживаемые, да, там их обслуживать, ну, по-моему, раз в 20 тысяч часов надо, то есть там обслуживания очень мало. Вот. Для автомобильного предприятия это подходит. Для малого предприятия он сегодня это выпускает, завтра это, да, и каждый раз там вот эти вот дырки, ну, каждый месяц сверлить это не, нет смысла. Вот. Поэтому, опять-таки, совершенно новым явлением, вот, ну, было, это выпуск либо на вообще подвижном основании, когда на тележке он перемещается, либо он может переместиться на тележке, но потом выставляются дополнительные упоры, и, как бы, он выполняет операцию, а потом вы можете перевести его в походное положение и опять передвинуть. Но дальше вы понимаете, что тут возникает специфик, а есть ли у вас контактная операция, да, как точность обеспечить, а есть ли у вас силы резания, то есть он не отъедет в другую сторону, то есть здесь вот, как бы, ну, достаточно такой интересное, перспективное направление исследования, на мой взгляд. Далее. Опять-таки, вот, в рамках того, что новые, почему я отмечаю, как бы, потому что, ну, вот, она, видна эта взаимосвязь, да, в рамках вот этих новых применений, если 10 лет назад вы приходили на подобную выставку, и там в основном были сворочные клещи, да, то есть вот и схваты, всё. Сейчас появились очень широкий спектр различных, помимо вот чисто схватов, вот, ну, и клещи тоже есть, ну, вот, например, здесь представлено устройство для закручивания, там, винтов и гаек, вот, да, здесь вы видите, ну, схват такой, ну, уж, пятипальцевая рука. Ну, конечно, пятипальцевая рука — это такой уже, вот, как бы, взгляд завтра, вот, но, в принципе, номенклатура, структура устройств вот для взаимодействия с объектами обработки, она значительно расширилась, опять-таки в силу того, что применение больше стало. По системам технического зрения, да, или машинное зрение, я не знаю, какой вы термин используете, значит, ситуация тоже очень сильно изменилась. раньше техническое зрение, ну, было, скажем так, дорогая игрушка, вот, и она применялась либо для распознавания типов деталей, да, ну, вот идут детали по конверу, вот, понять, какие, ну, может быть, как лежат, да, и самый такой продвинутый, я видел, это вот детали лежат в навал, но, опять-таки, вот, понять, как, что лежит, чтобы его взять. То есть все-таки это местоположение и тип детали. На сегодня появился принципиально новый подход. На сегодня техническое зрение предлагают применять уже в качестве измерительного инструмента. То есть вот здесь это представлено, это FANUC, по-моему, значит, они, вы видите, с помощью камер проводят инспекцию качества сварки корпуса автомобиля, то есть какие зазоры, какие там перекосы и так далее. Вот. Причем, что интересно, что, ну, вот дальше, когда мы производителям пойдем, уже появились те, кто никогда не занимались робототехникой и не занимались вот промышленной автоматизацией в таком ключе. Например, фирма Nikon, вы знаете, ну, фотоаппараты выпускают, да, у нее был большой стенд, посвященный системе технического зрения для роботов. Вот. И, соответственно, если, помните, я вчера говорил, что обычно производители роботов только вот робот в составе, там, манипулятор, систему управления продавал, да, вот сейчас уже и производители промышленных роботов стараются, ну, не стараются, но зачастую в комплекте предлагают уже встроенную систему технического зрения. Это вот тоже как бы новая тенденция, которой раньше не было. Далее, экзоскелеты. Значит, ну, вот я, в принципе, упоминал об этом. Значит, если, ну, и там, пять лет назад еще экзоскелет, это была, ну, такая исследовательская экзотика, вот, то на сегодня экзоскелеты уже производятся серийно, причем, что интересно, они стали производиться и производителями роботов, ну, вот, в том числе, вот, фирмы КАМАУ. Вот, причем они там разных типов есть, вот, и активные, и пассивные, и, ну, вот, как основная область применения, это позиционирует сборка крупных, помощь сборке крупных узлов, ну, в том числе, вот, автомобилей, потому что, ну, вы знаете, они и 50 килограмм могут весять, весять и так далее. Далее. Следующая тенденция — это довольно-таки широкое распространение промышленных мобильных роботов, или вот, ну, то, что раньше робокара называлось, вот, причем они появились как у производителей, ну, манипуляционных роботов, так и отдельные, ну, вот, наверху, например, стали, появились компании, которые, разработчики, которые специализируются только на производстве таких робокаров. вот, ну, как правило, по кинематической схеме, как правило, это шестиколесная схема, но вот тут вот из-за света не так хорошо видно, то есть, ну, в принципе, можно увидеть, спереди, сзади, это вот как бы по колесу, чтобы он не опрокидывался, и в центре это ведущие колеса, ну, и, соответственно, они же там по танку могут поворачивать. Вот, ну, и как мы говорили, что некоторые робокары оснащены манипуляторами. Совершенно новой тенденции явилась, не берусь комментировать, насколько это как бы сработает, да, это появление, как бы экономисты сказали, низкоценового сегмента робототехники. То есть, если такой типовой робот стоит примерно, ну, вот, если в евро, да, это там от 1000, от 25, и там уходит где-то там, ну, до 60-70, да, и опять-таки, видимо, вот в рамках вот этой тенденции помощи проникновения на рынок малых предприятий, значит, появился такой производитель, вот и гос, и вот вы видите, они говорят, что стоимость начинается там от 5000, ну, по-моему, у них даже за 4000 что-то есть, вот, за счет чего они добиваются? У них идет упрощенная механическая часть, да, то есть, вот, ну, мы будем с вами говорить о том, что, как бы, это общая тенденция упрощения механики и компенсации этого упрощения за счет интеллектуальной части, за счет более таких продвинутых алгоритмов управления. Вот, соответственно, у них это выглядит, ну, там будет потом отдельный слайд по этой компании, ну, в общем-то, выглядит как лего-конструктор внешне, но они утверждают, что работают. Правда, мы не знаем с вами, а как долго это сможет и безотказно работать, да, потому что если традиционный робот, мы понимаем, что это вот 5 лет, 365 дней в году, 24 часа в сутки он будет работать, вот, здесь непонятно, то есть все-таки, ну, не факт, это новая тенденция, ее вот, как бы, ну, опытом не проверено. Но, тем не менее, вот это направление есть, оно, ну, тоже, ну, тоже и с научной точки зрения, есть такой практический, предоставляет определенный интерес. Далее, это появление двуманипуляторных компоновок роботов. То есть, опять-таки, когда-то они, ну, там, лет 5 назад это было экзотикой, но сейчас вы видите уже вот это вот АББ, это сейчас не помню производитель какой, вот, они, это пильт, что ли, вот, значит, они изготавливают два манипулятора сразу, вот, и вы понимаете, что, ну, например, для той же операции сборки это уже дает определенные преимущества. Следующее, это применение силамоментного отчисления. Значит, по силамоментному отчислению, то есть, ну, мы о нем раньше знали, да, и, ну, были какие-то работы этому посвящены, но, опять-таки, оно не применялось серийно, то есть, ну, это было, ну, опять-таки, достаточно такой экзотичным направлением, вот, сейчас оно применяется, прежде всего, вот, в составе коллаборативных роботов, и также вот было несколько применений, это идентификация деталей путем взвешивания, да, то есть, вот, робот, даже, по-моему, там было, что он берет заготовку, перенося ее в станок, он определяет ее вес, и уже там, ну, могут какие-то поправки, например, в технологическую карту обработки вноситься, да, или при сортировке, исходя из веса, он раскладывает соответствующие позиции, ну, исходя вот из веса деталя. Значит, следующее направление — это индустрия 4.0, да, вы знаете, это вот концепция, которая, ну, компанией Bosch была предложена, вот, сейчас она такое, ну, достаточно, скажем так, модный, вот, является. Значит, как это отразилось на промышленной роботтехнике? Значит, прежде всего, это широкое развитие алгоритмов адаптации, да, то есть, например, подвес детали, подтип переносимой детали. Далее, это развитие систем дистанционной диагностики, то есть, если у вас робот выходит из строя, то и внутри предприятия вы можете получить информацию достаточно подробную, ну, вот как здесь, например, да, вот здесь вы видите, значит, вот по какому-то из роботов здесь написано, там, количество сбоев, количество предупреждений, там, количество отработанных часов и так далее. То есть, вообще, вот, ну, вот эти идеи индустрии 4.0, это вот как бы такая сквозная информационный обмен, что там директор предприятия может там в любом, ну, одно из направлений, да, вот эта концепция, он может в любой момент понять, что у него где происходит. Вот, и, а на верхнем стенде вы видите, значит, это на базе уже вот обычного планшета, там, программа под Android, в которой вы можете робот программировать и управлять. вот, соответственно, это, так, это мы сказали, вот, ну, и дальше, я сейчас об этом не очень готов говорить, значит, там как бы начали пропагандировать новый вот стандарт шины информационного обмена, вот, OPC UA, вот, ну, пока не готов, как бы, какие-то комментарии дать. Ну, теперь давайте по конкретным вот производителям, кто что нового такого интересного представил, значит, ну, вот фирма Ескава с роботом Матаман, значит, что вот нового было, ну, вот, помимо того, что тоже робот низкой грозоподъемности, вот здесь вот представлена совершенно новая нетрадиционная компоновка четвертой, пятой, шестой осей, да, вот если традиционно, то есть вот обычно компоновка была всегда такая, да, вот четвертая ось была вот такая, да, вот это была пятая и шестая вот такая, да, и практически, ну, в 95% роботов это было всегда вот так, ну, в масштабе в каком-то, вот, то здесь вы видите, оно кардинально изменилось, вот, и что за этим стоит, вот, с точки зрения, там, удобства изготовления, да, там, эффективности, не могу сказать, вот, но вот, тем не менее, вот эта вот новая тенденция, она действительно у нескольких производителей была видна. Да, значит, дальше вот у той же Ескавы, но не в составе роботов, а отдельно вот в составе мехатронных приводов, значит, они стали развивать систему приводов без наличия датчиков, вот, встроенных датчиков положения обратной связи, да, то есть просто за счет вот контроля электрических параметров, да, там, тока напряжения, они пытаются отслеживать вот состояние привода. Это вот новая тенденция, ну, достаточно интересно. Значит, далее, ну, вот здесь вы видите пример вот такой передвижной системы, обучающей, вот Ескавы Академии, ну, вот программирование, да. Вот то, что я упоминал уже, фирма Nikon, да, которая всегда, ну, занималась чисто вопросами оптики, значит, она разработала оптическую систему, ставит ее на манипулятор робота, и вот по их утверждению, значит, какой-то, я думаю, что, конечно, это не для любого измеряемой детали, но вот для каких-то приложений, соответственно, в шесть раз быстрее система проводит измерения, чем стандартная контрольно-измерительная машина, да. И мы понимаем с вами, держим в уме, что, помимо всего прочего, что это быстрее, это еще, как бы, контрольно-измерительная машина, ее больше ни для чего другого применять нельзя, да. Это, в принципе, ну, теоретически можно. Далее, значит, интересно было, вот видите, опять-таки, все время поиск применений новых. Это крупный производитель приводов, это в Швейцарии, по-моему, Maxon Drives, значит, они отдельно представили серию приводов, особенностью которой является их возможность подвергать высоким температурам. И сделано это, позиционируется это не ради высоких температур, а для медицинских применений, для того, чтобы вы могли их в стерилизатор засунуть и там нагреть, да, например, 150, там, до 140 градусов, вот. Далее, ну, в принципе, то, что я уже упомянул, что вот швейцарская фирма Гюдель, она стала основным производителем вот седьмой оси и продолжает выпускать, как и раньше, широкий спектр портальных роботов. Фирма АББ, значит, вот здесь справа вверху представлен робот специально для работы в литийном производстве, да, то есть защита от вот этих частиц пыли вредной, да, от агрессивных паров, защита от высоких температур. Вот, а слева внизу какой-то у них покрасочный пистолет, вот, который имеет специальные датчики, вот, регулирующие подачу краски, и по их утверждению, что он очень эффективно экономит краску, да, вот, более эффективным является операция покраски. Далее, Фанук, значит, ну, основным у них было, как бы, представлением, это робот грузоподъемности 1700 килограмм, вот вы его справа вверху видите, видите, он целиком автомобиль легковой поднял, вот, ну, понятно, что, как бы, наверное, на какой-то самоцеле поднимать автомобиль или нет, ну, как бы, это вот, как такой вот предмет шоу, он, конечно, на выставке эффективно выглядит, вот. Ну, и помимо этого, это, вот, как я уже упомянул, в средней грузоподъемности, значит, по-моему, там, ну, не помню сейчас, от 5 и, по-моему, до 35 килограмм, вот, вот они выпускают какие-то стандартные роботы, и вот в рамках, в смысле, они выпускают в большой линейке, а вот в диапазоне от 5 до 10 все эти роботы имеют вариант, ну, так называемый, зеленого исполнения, то есть коллаборативного исполнения, да, что вот он имеет, вы можете, вот вы видите, как раз процесс управления управлять вот вручную во время работы. Ну, вот тоже пример дельта-манипулятора, дельта-конфигурации манипулятора, вот, причем традиционно этот вот моджатроник, он никогда не занимался робототехникой, он всегда, он вообще специализируется по оборудованию для пищевой промышленности, вот, и вот он, видимо, понял, что здесь какая-то ниша недозанятая, вот, и вот вы видите, значит, широкий тип роботов дельта-типа, вот, для работы вот в пищевой и мясной промышленности, вот видно по внешнему виду, что это там мыть можно, чистить кука, значит, что интересного здесь было, ну, вот у вас есть в лаборатории кука-иво робот, да, ну, тоже коллаборативный, значит, они сейчас ему на смену готовят новый робот, вот, он будет называться вот так вот робот-изи, кука-изи, вот, ну, в принципе, идеи так более-менее те же, вот, ну, правда, они говорят, что не раньше там следующего года, где-то конца следующего года он выйдет в производство, вот, вот, программное обеспечение, вот тоже они уже имеют встраивание этого программного обеспечения, вот, в концепцию индустрии 4.0, новый пульт программирования, который отличается от тот вот, ну, кто из вас программировал эти роботы, вы знаете, вот как они выглядят, значит, он такой более, ну, более планшета похоже, да, и вот, как я говорил, там специально, чтобы левша мог работать, ну, я не знаю вообще процент левшей сколько в производстве, вот, но тем не менее, вот, это вот пример робота для работы на складе Робокара, вот, это вы видите, робот, ну, как бы имитирует заправку электромобиля, да, что вот он ставил заправочный пистолет, и, значит, идет заправка, зарядка электромобиля, вот, ну, и также новое направление, вот они обозначили, это создание сервисных роботов для использования дома. Ну, вот один из корейских производителей, в принципе, их так несколько, ну, вот один из крупных, значит, это вот, опять-таки, коллаборативный робот, и они прямо вот эту серию назвали КОБОТ, инспекция корпуса автомобиля роботом, вот, система технического зрения, и, знаете, вот такая лазерная подсветка, да, ну, чтобы как бы трехмерность дать. Дальше, и тоже применение, вот, как раз автоматическое взвешивание заготовки при загрузке в станок для последующей механообработки. КАМАУ, экзоскелет, ну, вот здесь он более крупновиден, да, вот, правда, я, честно скажу, не уточнил, сколько часов вот без подзарядки он может работать, ну, вот, вот так это выглядит, в общем, достаточно компактно, вот, и появилась у них раньше этого не было целая линейка роботов мобильных для промышленных применений, вот, серии Agile. Как я упомянул, принципиально новый производитель мобильных промышленных роботов, это издание, как ни странно, это компания, видите, называется МИР, но расшифровывается как мобильные промышленные роботы. Вот, значит, целый спектр роботов, причем, вы видите, они уже сразу ориентируются под переносимые, то есть вот это, например, ну, как вильный погрузчик, как-то это называется, да, вот, то есть вот сразу палету, он сконструирован так, чтобы он мог палету поднимать, перемещать, вот, а там, ну, вот, с коробкой, там другой какой-то стандарт. А такие вещи есть, сам гружу, сам вожу называется, грузовичок. Ну, да, ну, там-то сам возишь, а тут, по идее, он должен вожить. Да, да, вы правы. Вот, и вот так выглядят вот те роботы, которые там, ну, вроде они от 4 тысяч евро, вот, начинается их стоимость, вот, можете посмотреть. Конечно, ну, честно скажу, со стороны выглядит это не очень серьезно, вот, но с другой стороны, может быть, в этом вот есть какая-то свое сермяжное право, что как-то дешево, но сердито, да, и если это хотя бы год отработает, то, может быть, для какого-то предприятия это и подойдет, да, или хотя бы, как знаете, вариант такой прототипа, опробовать, а что выйдет, вот, выиграет ли предприятие, если вот на базе дешевого робота попробовать, и если выйдет, тогда уже, как бы, ну, более такой продвинутый вариант запустить, ну, купить уже такой более серьезный. Вот, причем вы видите, там и совсем маленькие роботы у них, и такие вот слева покрупнее, и тоже на базе дельта конфигурации. Тоже новым, ну, вот для меня, по крайней мере, было, вы, ну, кто из вас уже программировал робота, вы знаете, есть вот это Robotics Operating System ROS, вот, эта операционная система традиционно применялась для роботов мобильных, вот, но сейчас внутри нее появилось ответвление, которое называется ROS Industrial, вот, которое уже как раз призвано для обеспечения поддержки промышленных приложений, вот, а мы с вами говорили, что в промышленности вот вопрос там реального времени, вот это все гораздо более жестко, да, вот, поэтому это совершенно новое явление, перспективу сейчас вот как бы не берусь его оценить, да, потому что, конечно, у производителей непосредственно роботов, у крупных, у них достаточно все это отработано, они много времени тратят на отладку программного обеспечения, вы знаете, что ROS там другой принцип, да, это как бы принцип такой открытый разработчиков, вот, поэтому, конечно, если в случае, когда вы покупаете от стандартного производителя промышленный робот, и он, что-то происходит по, робот ломается и выясняет, что это программное обеспечение, понятно, значит, производитель вам компенсирует убытки, вот, вот, в случае, если там будет стоять ROS, непонятно, кто будет эти убытки компенсировать тогда. Ну, и вот здесь я попытался сформулировать, а что же нам это дает, да, то есть вот нам с вами как, ну, разработчикам, да, вот, в области науки, да, вот, не прикладной области, чисто утилитарной, да, вот, в области научной, вот, какие такие, ну, интересные перспективы, вот, для исследований, может быть, кто-то из вас, какие-то из этих идей, вот, попытаются у себя в дипломных работах, может быть, кто-то в кандидатских решить, значит, ну, прежде всего, вот, поскольку появились эти новые конфигурации, да, конечно, достаточно такой интересным является моделирование их динамики и кинематики, потому что если вот манипуляторы стандарта антропоморф, то они, в общем-то, ну, и в 90-е годы, и в 80-е были промоделированы, перемоделированы, вот, то есть там более-менее все понятно, то вот в этих пока моделей мало, да, и, в общем, это достаточно интересное направление. Значит, далее, это моделирование различных технологических операций, включая те операции, которые выполняют мобильные технологические роботы, да, моделирование контактного взаимодействия между двумя роботами, да, потому что, вы помните, мы вчера говорили, что если там сила реза не слишком, если робот вы перегрузите, он может там устойчивость, систему управления потерять и так далее, вот, поэтому это, ну, достаточно такое вот интересное направление. Далее, это оптимизация движения роботов по различным технологическим и вспомогательным критериям, ну, мы об этом как-то, наверное, еще будем общаться. Изучение эргономических свойств рабочего пространства манипуляторов, вот, включая общее рабочее пространство, вот то, что вчера мы 50 килограмм поднимали, да, нескольких роботов и мобильные технологические роботы. Формирование законов управления для роботов, выполняющих, с одной стороны, технологические операции, то есть, которые требуют, ну, как правило, более высокой точности, но, с другой стороны, не имеющих жесткие базирования, да, или которые вообще на подвижном основании находятся, то есть там, вот как бы, да, чтобы он там в сторону просто не отъехал. Применение оптических систем технического зрения для измерения параметров сложных объектов, включая динамические измерения. Ну, и такое вот, как бы, еще одно направление, это применение манипуляторов высокой степенью податливости, да, то есть мы, а что, если мы применим, как бы, более простые материалы в составе манипуляторов, да, мы знаем, он будет не такой жесткий, он будет податливый, но мы же можем знать, насколько он будет податливый, да, и какие-то, ну, меры, соответственно, предпринять, вот, включая, но особо интересно, это случай переменной податливости звеньев, да, то есть мы знаем, что некоторые материалы там под воздействием электрического тока, ну, они могут менять свои свойства. Субтитры сделал DimaTorzok